Добрый день! Сегодня 12 мая 2023 года. Я зайду в супермаркет АТБ и сделаю там обзор цен. Этот супермаркет в Украине считается дешевым. Да, там цены действительно дешевле, чем в других местах. При этом товары везде одни и те же, то есть качество хорошего. Супермаркет АТБ находится на улице бассейна. Его здесь открыли недавно. Когда я более двух лет назад была в Киеве, здесь этого супермаркета не было. Начинается со сладостей из тортов. Вот такие вот кукурузные палочки я обожаю. Они здесь по 20 по 17 гривен. Я брала себе одну упаковку. Вот затем разные торты, йогурты. Здесь есть мои любимые, не плавленые, а вот эти творожные сорочки от 9 до 16 гривен цены. Так, кефир 38-литровый, 19,5-литра. Ряженка 20 гривен. Сливки 63-54, 45, в зависимости от жирности. Вот творог 58-62, тоже это зависит от жирности. Сметана 40-43, 15-20 процентов. Молочные изделия в Украине всегда очень вкусные, хорошего качества. Так, молоко 34 гривен, 2 литра 80 гривен. Я цены округляю. Так, сыры. Вот это плавленые сырки по 12 гривен, по 10-50. Даже есть вот по 18. Это более дорогая, более качественная. Да, тут вообще чем дороже, тем более качественная. Вот такое вот сало я себе взяла. 26 гривен за 100 грамм. Олбасы. Так, вот такие вот грудинки в Украине очень вкусные. 35 гривен. Это тоже за 100 грамм. Разные виды сельди. Ассортимент хороший, как для дешевого супермаркета. Прекрасный ассортимент. Тоже здесь можно много чего купить, все, что надо. Сельди 73, 83, 70, 75 за ураговочку. Крабовые палочки 70, 108. Водный мир популярный у нас в Украине. Красная рыба. Тоже фасованная 98-160 гривен. В зависимости от такого количества. Икра по 300 гривен. Я несколько баночек взяла, поэтому можно сказать, я, наверное, половину икры сама выкупила. Она здесь дешевая. Кстати, вот очень вкусная. Вот. Затем яйцам 54-40, 55 гривен, 56 гривен. Это за десяток. Она здесь вот такая вот по 10 гривен. Вот. И вот такая вот европейская по 48. Более мягкая. Ну, то есть цена приблизительно одинаковая. Разницы большой нет. Но качество вот такая получше. Это шампуни моющие средства, дезодоранты, кремы, зубные пасты, консервы. Я брала печень трески от 120 гривен. В Великобритании сложно купить ее. Поэтому я купила здесь и еще с собой взяла. Это очень полезный продукт. Так. Затем остальные. Вот паштеты я такие тоже люблю. 39 гривен. Это 45 гривен. Можно сказать, паштеты надо домашние делать. Да, делаем домашнее. Но если, к примеру, кроме меня этот паштет никто не ест, то я не буду для себя делать. Мне проще вот такую вот купить баночку. И, кстати, у нас в Великобритании вот такие вот есть польские паштеты. У нас они там стоят, по-моему, фунт. Да, фунт. А здесь вот 25 гривен. Ну, тут даже дешевле. Так, макаронные изделия. Крупы, сынные. 25,90, 27,60 за килограмм. Рис 53,43 гривны. Вот гречку я очень люблю. 49,50 за килограмм. Потом крупы вот эти я тоже люблю. Пшеничная 13,70 за такую упаковочку. Манка 17. Тоже это пшеничная. Вот 26. Это чуть-чуть более лучшего качества. Я вообще хочу себе вот такие каши взять. Но на данный момент у меня нет места в багаже. Соль 18,40. Украина занимается добычей соли. Так что это украинская соль. Сахар 34,40 за килограмм. Украинская мука тоже вкусная и популярная. Ее экспортируют в Европу и в Африку и в азиатские страны. Вот тут стоит килограмм 833,90. Вот 35,60, 35,60, 33,90. Такие вот цены. Все замороженные продукты. Здесь есть и креветки, и мороженое, и рыба. К примеру, 300 грамм 122 гривны. Затем 170 грамм 145 гривен. Вот креветки 242. Это за 900 грамм. Тоже замороженные крабовые палочки. Такая вот рыба 88 за упаковку. Почти 89. Фрукты, апельсины почти 42 гривны. Яблоки почти 38. Помидоры вот такие вот 70. Розовый помидор 132 гривны за килограмм. Цены вот что на рынке, что в этом супермаркете одинаковые. Так, цыбуля 34,90. Капустка вот такая вот 10... Ну, это 103 за килограмм будет. И 67 за килограмм. Это вот такой сорт. Это то, что мы называем лэдис. Картошка 9 гривен за килограмм. Туфель 50 гривен за килограмм. Морковь 55. Теснок 100 гривен. 90 за килограмм. Вот кабачки за килограмм 87 гривен. Огурцы 80 за килограмм. Редис 80. Красный лук 51. Да, в Украине дорогой. Вот 18.50 за 100 грамм. То есть это перчинка где-то гривен 35 будет. Так, даже арбузы есть 42 гривны. Хотя в Украине это не сезон. Гранат 173 за килограмм. Кокосы есть. Вот 281 гривна. 57-55, бананы 65 гривен. Это килограмм алкогольных напитков. Тут тоже цены нормальные. Зубровка такая 163 гривен. Зубровка 332 гривны. Слеза 109 гривен. Вотка 183 гривен. Около 200 гривен. 200 с чем-то. Вот здесь и по 500 с чем-то. Ну, такой вот диапазон цен. 318 и 176. Бейлис маленький. 465. Потом Шеридан 704. 153. Лиманчелло 128. 142 гривны. 135. Белло 45. Пепси 51. В Украине такая вермишель быстрого приготовления. Она почти 12 гривен стоит за упаковочку. Растительное масло. Просто замечательно. Украина тоже импортер растительного масла, подсолнечника. Вот это вот стоит такое нерафинированное 52,40. Вот это душистое для салата очень вкусно. Вот такое вот 61 гривна. Но это тоже там 900. А здесь, наверное, 850 миллилитров. Такое рафинированное 49. Потом 60 гривен. 64 олейна. Но масло все вкусное. Мы все перепробовали. Все очень хорошее. Вот такие вот цены. То есть 50-60 гривен. В зависимости от объема. Да, 66 гривен. Салатное вкусное масло. Но я на этот раз тоже не могу масло взять. У меня место в багаже нету. Обожаю. Вот это вот бювет. Это минеральная вода. 12,50. Она очень полезна. И для желудка вообще здорово идет. Затем такие минеральные по 19,70. 15 чем-то. Выбор. Затем такая вот 39,50. Это брода без газа 5 литров. Здесь разные соусы. Тоже соусы все вкусные. Вот я брала себе здесь вместо майонеза вот такой за 30 гривен. Чумак с чесноком. Вообще Чумак это очень хорошая компания. С хорошим качеством. Так. Консервация. Огурцы. Да. Все это очень вкусно. Я брала вот такую вот тебе кабачковую икру. 57,50. Тоже очень-очень вкусная. Там обалденная. Вот. Это разные майонезы. Тоже в зависимости от объема. Цены 46 гривен. 20 гривен. Это ассортимент соков здесь. Не сильно большой. Но именно те соки, которые надо. Например, томатный 48 гривен. Потом вот такой томатный 63. Очень хороший. И тот, и тот вкусный. 59. Потом манговый 55. Такой вот садочек. 48. 38. 35. Это все хорошие садки. Квашеная капуста. Вот. Почти 78 гривен. Такая вот упаковочка. Почти 41 гривна. Также можно купить вареную свеклу. Огурцы соленые. Огурцы 84 за литр. За такую баночку. Да. Тут килограмм. Вот. Буряк 39.40. Грибы за килограмм 93 гривны. Потом есть авокадо. Оно продается за 100 грамм. 19.50. 130 гривен за килограмм. Ананас за килограмм 94 гривны. Здесь разное пиво. Например, козырь. Это то, что я пробовала в Праге. 34 гривны. Я пиво не пью, но вот козырь. Это единственное, которое я хоть как-то могла пить. Потом Стелла Артуа 41 гривна. Билая 30 гривен. Чернигильская 26-29. Вот Рогань 23 гривны. Абалонь 57 за полтора литра. Здесь печенье и конфетки. Я конфеты люблю покупать в самом магазине Рошен. Но здесь тоже есть Рошеновские. Например, вот эти я люблю. Ромашка. Здесь почти 18 гривен. Это за 100 грамм. Потом коровка за 100 грамм. 12.55. И на почти 28 гривен за 100 грамм. Цены хорошие. В Украине тоже принято дарить конфеты как подарок. У Рафаэла 133 гривен такая упаковочка. Феррера Роше маленькая упаковочка 114. Побольше 217. Потом конфеты Рошеновские. Вот почти 200 гривен. Тут 108. Вот такие вот конфеты 77 гривен. Такие вечерние популярные конфеты. Поменьше упаковка 149. А побольше почти 300. Ассортимент разных чаев. Тут 40-50 гривен цены колеблятся. Поменьше упаковочки 13-15. Это пакетированный чай. Это ассортимент кофе. Я брала вот такой мак-кофе 39. За упаковочку там 10 внутри. 10 штук. Это дешевый кофе, но он вкусный. Вот такой вот хороший кофе-заменитель 26-30. Напиток Галка. Ранок. Это он из ячменя. Так, вот такой львовский. Он популярный. Около 100 гривен. 112,98. Но это не мой любимый. Я люблю кофе Жаке, но здесь такого нет. В Украине Якобс Нес Кафе. Популярный такие кофе. Хорошие чаи фирмы Верблюд. Здесь он 48 гривен. Но я люблю такие ягодные. Вафли и печенье. Сникерс и Баунти. Милка. Это всегда в Украине такое в наличии. Сникерс такой батончик 28. Баунти 19-30. Большой 28-50. Твикс 28. Сникерс 26-35 за большой. Тоже его очень люблю. У меня любимый. Это батон нарезной. Тут его даже можно купить вот такую вот маленькую упаковочку. Половинка. Вообще он стоит сколько? 12,90. И 19, если за полный. Цены хорошие. Очень вкусные. И вот что хорошо, что тут именно вот такими маленькими кусочками. Сразу на порцию. Здесь свежая выпечка. Я покупала такие вот очень вкусные, как маленькие булочки с клубникой. Вот 16,40. Хорошие. Украинская плюшка с сахаром. Тоже одна из моих любимых. Очень вкусная. И долго сохраняет нахкость. Она стоит 16,60. Здесь я покупаю такой крем. Пархатные ручки за 52 гривны. Это в аптеке купила такую зубную пасту. Парадонтакс. Вот здесь она 120, 102 гривны. Цены примерно в аптеке тоже были около 100 гривен. Особое внимание хочу обратить на специи. Вообще специи очень хорошо покупать в Украине. Здесь цены хорошие. Намного дешевле. Вот, например, перцы стоят 9 гривен, 7 гривен за упаковочку. Затем другие специи около 10 гривен. Много скидок. Специи, которые там состав с несколькими, там уже около 20 гривен. Это тоже дешево. В Британии, например, специи около фунта. То есть это около 50 гривен за один перец или за куркуму или все, что мы берем. Паприка, чеснок. Все это около 50 гривен. Здесь 10-20 максимум такие цены. Также здесь вот желатин. Я куплю тоже, потому что у нас я нашла желатин. Он совершенно другой консистенции. Да, он хороший, он очень плотный. Но я хочу, наверное, вот такой купить. Вот ванилин я также хочу купить, но я его здесь не вижу. Специи это то, что надо обязательно покупать. А где ванилин? Ванилин продают в АТБ возле муки. Поэтому здесь ванилин стоит 5,80. Это замечательная цена. Это, я не знаю, может быть, как один пенс или что-то такое. Так, или 10 пенсов. Так, потом дрожжи вот тоже 3,80. Саф помент. А, нет. Саф. Да, вот такие вот. 3,80. Так, сахар ванильный. Такой вот гривна 60. Вообще здорово. Так, распушивачи 2,60. Лимонная кислота 5,40. Ну, мы лимон добавляем, лимонный сок. Ну, вообще цены классные. То есть надо обязательно специи купить. Я уже вот набрала целую кошелочку себе. И они легкие в транспортировке. Выгодно. Я купила вот 37 разных специй. На сумму почти 500 гривен. Это около 10 фунтов. И некоторые специи с составом из нескольких ингредиентов. Такие это вообще эксклюзивные. То есть такие в Великобритании не купят. Как Насу, потом как Мэри Су-Мэри. Желатин очень сложно найти. Ну, я там нашла от фирмы доктор Эткер. Ну, то есть это в Великобритании. Я бы за это около 50 фунтов бы заплатила. И то там не все наобиду. Вот великолепно то, что ванилин я нашла. И в Великобритании только в польских магазинах можно купить ванилин. Но там он тоже около фунтов. Такая упаковочка. А здесь вот это стоит гривна 60. То есть обязательно надо брать специи в Киеве. Киев замечательный город. Завтра уже уезжаю отсюда. Просто хожу в районе своей квартиры и любуюсь городом. Никак не могу остановиться. Поскольку здесь все красиво и мне все нравится. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.